Мы хотим подчеркнуть, что поедем в Чикаго с миром. Несмотря на то, дадут разрешение или нет. Мы едем в Чикаго протестовать против войны во Вьетнаме. Надо быть там, нигде больше. Мы не позволим этим мятежникам и тунеядцам учить нас, как вести войну. Они проведут свой четвертый десяток в тюрьме. По максимуму. Меня спрашивают, не боишься, что копы перегнут палку? Черт. Ты в порядке? Был, пока не увидел их. Готовы ли обвинения к вступительному заявлению? За столом защиты. Эбби Хоффман, Джерри Рубин, Дэйв Дилинджер, Ренни Дэвис, Ли Вайнер, Джон Фройнс, Том Хайден и Бобби Силл. Ответчики планировали бунт. Я называю эту часть процесса с такими друзьями. Моего адвоката нет. Суд предполагает, что вас представляет черная пантера, сидящая у вас за спиной. Зачинщиком беспорядков была полиция Чикаго. Принято. Не протестую. Шестой и одиннадцатый присяжные за нас. Шестой и одиннадцатый присяжные? Вы исключаетесь из коллегий. Можете сказать почему? Потому что это мой зал суда. Манипуляция присяжными, прослушка, кляп, засунутый в рот отведчика. Уберите руки от меня. И вы первой намекнули, что я проявил дискриминацию относительно черного. Запишите в протокол, что я второй. И когда мы пришли утром, они скандировали, что весь мир смотрит. Если мы уедем, не сказав, зачем мы вообще приехали, это будет печально. Прошлым летом. Зачем ты явился на слет, чтобы остановить войну? Мы дадим им то, чего они хотят, зрителей. Думаешь, людей будет много? Вот на что похожа революция. Возможно, кого-то при этом обидим. У суда политическая мотивация? Мне надоело это слушать. Мне нет никакого дела до того, что вам надоело. Тишина в зале суда. Мы должны найти в себе смелость. Во сколько вы это оцениваете? Ваша цена? Что надо, чтобы отменить революцию? Моя жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok